Всем привет! Хочу небольшое видео короткое записать, отметить для вас ссылочку, оставлю обязательно в описании к этому видео. Недавно посмотрела интервью, вроде бы знаете такое, ну оно в трендах ютуба заняло там второе-третье место, по популярности неплохое интервью с Агатой. Они развелись с Павлом Прилучным, это семья, кто не знал, это семья актеров, они были вместе 10 лет, она ведет блог на ютубе про их семью уже давно, но не то, что немало подписчиков, у них есть двое, насколько я помню, детей, я особо в их личную жизнь никогда не вникала, я не фанат этого блога, но мне иногда попадались, почему хочу записать это видео, мне попадались иногда интервью Агаты, и она давала вот это интервью Ксении Собчак. Я бы хотела ее разобрать немножко как личность и вообще ситуацию отношений, их развода, которая будет полезна для вас, потому что ее базовые Агаты, установки и мысли, это наше типичное постсоветское, советское воспитание, в частности оно неверное где-то, и очень многие женщины живут вот этими стереотипами, этими якорями социальными, которые там озвучены. Почему именно меня заинтересовала личность этой женщины, да, я не разделяю ее взглядов Агаты, актрисы этой, да, но вот из интервью в интервью, в которые мне попадались какие-то кусочки, вот это большое интервью, я хочу отметить, что мне лично не нравится, как зрителю, когда я смотрю интервью, когда гость в программе, он не хочет говорить правду, никто и не обязан, очень часто юлит, пытается свести тему на нету, короче говоря, юлит как? Может, мне всегда вопрос, как у зрителя, что ты пришел на это интервью, если ты не можешь, не то, что я не прошу полной откровенности выворачивать свое грязное белье здесь на общество, нет, но просто как-то напрямую отвечать, и же, когда ты идешь, ты предполагаешь, что тебе будут задавать вопросы, и хорошие, и плохие, ты шел, то есть, и заведомо приходя сюда, ты на это уже соглашаешься, да, если ты не хочешь интервью, не хочешь отвечать на вопросы, то ты остаешься за дверью, скажем, да, отсюда не приходишь. И когда многие, именно актеров это касается, они начинают играть, их очень, кстати, видно, как они в образе, знаете, в таком образе, я называю, типичный такой пример, это безруков. Мхат просто плачет. Человек настолько в образе, и у человека проблемы с психикой, мне кажется, который уже не понимает, где игра, где реальная жизнь, не отличает. Настолько заигранный заигрался, это есть такие у нас актеры, так что, я забыла еще этого, мое разочарование, кроме того, я любила сериал «Бригада» в детстве, смотрела, это в детстве, там, 2000-й год, такое уж и детство, в школе, в общем, это было очень популярно, да, я забыла, как фамилия актера, который космоса играл, Дюжев, вот его интервью, я когда слушала, что он говорит, его политические какие-то взгляды, как он заигранно, а вот типичный вот этот пример «Мхат отдыхает», это посмотрите интервью Дюжева, Дмитрия, это вообще, это надо видеть. Так вот, Агата почему меня привлекла, как женщина, как актриса, тем, что она крайне искренне, по-честному, как думает, так и отвечает на вопросы. Это прям вот в наше время фальшивости, лжи, всего вот этих интервью, прям, она молодец, вызывает просто уважение человек, даже на ней никогда не было, я не хочу на это отвечать, или пытаться юлить. Задали вопрос ей, она на него отвечает. Она не стесняется быть в каких-то вопросах, где-то необразованной, где-то она там неначитанная, в каких-то вопросах она вообще не понимает, о чем-то, блин, разговаривает, да, что у нее спрашивают. Но она этого не стесняется, она это по-честному, на это отвечает, это как просто человек, это заслуживает уважения, она молодец. Ее смотришь интервью, ощущение искреннего человека, как ты бы по-честному общалась со своей соседкой, подружкой или еще с кем-то, да. Нет ощущения звезды, она очень простая, приятная, скажем так, близка к народу, но не фальшиво, близка к народу, например, как Бузова, близка к моим фанатам. Вот этого вообще ничего нет. Почему я вот этот семейный союз хотела бы разобрать, потому что, скажем так, Павел Прилучный, знаете, как всегда бывает из моего города, он вообще из Бердска, это маленький, это город, ну, как он в интервью сказал, город рабочего поселка городского типа, ну, представляете, какая типа этажопа, я вам честно скажу, Бердск это, да, маленький городок под Большим Новосибирском. Там не то, что городок под, там ехать, блин, 10 километров, наверное, это считай, блин, город фактически, переехал плотину нашу, и ты уже в Бердске. У меня мама училась, например, в Бердске, и я вам так скажу, что это не деревня, ну, понимаете, просто такой маленький городок, по сути, он, блин, как-то часть Новосибирска, городком не назовешь отдельным. Там наш Академгородок еще дальше, чем Бердск, поэтому, короче говоря, не так он там недалеко, ни на отшибе, это ни жопа никакая мира, вот поверьте, как это было сказано в интервью им. Но неважно. Я вам так скажу, что просто в таком, как Бердск, живет, блин, 70% нашей страны, и в городах еще меньше, и по-другому выглядящих нормально, короче, город, ничем вообще, все в нем в порядке. Но у меня к прилучному конкретно никаких претензий ничего нет. Как всегда бывает, находятся друзья друзей, и так как, вы знаете, я была там в театральной сфере в Новосибирске общалась, мне там друзья все, короче, я там училась, все просто. Короче, я знаю человека, который был там в юношестве, в школе, в все эти времена хулиганские, всякие пацанячие, постаршие, до переезда, короче, в Москву лучшего друга прилучного. И я не буду там рассказывать какие-то истории его личные или еще что-то, это обычный парень с амбициями, трудяга, все. Но когда, я так скажу, деньги, естественно, и слава меняют человека, и для меня в моих глазах он остался приятным соседом, приятным парнем, талантливым, ни в коем случае его актерские таланты вообще не затрагиваю. Прикольный чувак, веселый, гуляка и все такое прочее. Но то, что я вижу сейчас в интервью другого человека, это человек, который вот без рук в кавычках, да, который заигрался, который очень пафосный, это другой человек. И вот Агата рядом с ним и он, это вот Агата та, какой он был раньше, честная, открытая, очень отвечает, общается, он нет. И мне к нему как к человеку претензий, я не хочу разбирать ничего, нет. Я им как бы ничего плохого о нем не думаю, никогда там моим другом, товарищем там не было, я с ним там супер незнакома, но я очень горжусь, что из моего города есть такой человек, молодец. Касаемо их отношений, что бы я сегодня хотела отметить. Она там очень, даже Собчак это подмечала, это, знаете, любому человеку, просто даже интересующему особо психологии все это понятно, да, установки Агаты, да, разговоры про жертву, про... Я стала, какая вкратце, да, она задвинула свою карьеру, свою жизнь ради развития и популярности карьеры мужа, что, собственно, и последние там пять лет взорвался, там, 7 лет на экранах, сериалах, стала супер популярным, мега секс-символом для женщин почему-то, я в нем ничего такого не вижу, это на любителя, да. Она задвинула себя, она такая жертва, замужем рожала детей, а он в итоге это не отсоединил, они там расстаются. Но самое что парадоксальное, я хочу, чтобы вы посмотрели это интервью, оно достойное, интересное. Хочу обратить ваше внимание на тот момент, где-то в середине интервью, когда Агата говорит о том, что, ну, может быть, вот это вот... У них были типичные невротические отношения, которые не закончены. Такие отношения закончатся, если она резко найдет мужчину, который это все это перекроет, либо он, короче, когда у них друг к другу, или он найдет какую-то женщину резко, если они будут продолжать свой контакт поддерживать, это не закончится, они снова сойдутся, что у них уже много раз было. Она об этом говорила, что они каждый раз кидались фразами, мы разведемся, не разводились, вот это вот все дергание друг за дружку вот этими ниточками. Ее главная фраза. Мы, типа, должны остановить эти отношения, каждый из нас должен повзрослеть, понять, чего он хочет, и тогда, может быть, если мы изменимся, мы можем быть вместе. Ну, знаете, тут же она себя подкрепляет и оправдывает свои слова тем, что много же пар, которые, знаете, по три раза сходились, разводились, и все равно они вместе, у них есть дети. То есть на самом деле это ее желание. Это невротик, который не готов отказаться от своего невроза. Я надеюсь, что она сейчас, как она говорила, ходит к психологу, это вопрос решится, и это закончится у нее. Я этого желаю, они просто не подходят, два человека, учитывая, что, мне кажется, Паша очень сильно изменился его поведение. Ну, блин, она достойная, приятная, искренняя женщина, не без своих, конечно, загонов, но кое-кто в этих отношениях заигрался. И это, естественно, и понятно, и все это читаемо, кто за этой парочкой следит, все это деньги и слава мало кого красит. Многих очень портит этот случай. Она очень грамотно, здраво рассуждая, что вот детям не надо видеть насилие в семье, вся вот эта история. Она очень добрая, молодец, то, что история, ее же пародировала, о, господи, Регина Тодоренко, вот это в своих словах о домашнем насилии, ты взяла телефон, записываешь, что ты сделал, чтобы муж тебя не бил. Это она ее пародировала, да, ее вот этот посыл. И Агаты, и Агаты, даже несмотря на это, очень достойно и красиво о ней отзывается, и то, что они там все-таки созванивались, разговаривали, Регина у нее просила прощения за это. Регина показала свое нутро, у меня об этом отдельное видео, да, есть. Агата очень достойная, молодец, хорошо воспитанная женщина, она умничка. Она мне, я никогда не интересовалась, еще не знаю, что она как актриса снималась, то какие-то скандалы, какие-то интервью мне попадали. Но вот исходя из интервью, очень приятное впечатление остается. Очень хорошая женщина. Ей просто нужен хороший мужик и правильные взгляды на отношения, которые, к сожалению, у нас у многих нет. И многие думают, что можно прощать, прощать насилием, прощать там пьянки, плохое к себе отношение и быть для мужика за мужиком. Я, как она говорит, я себя ломала, быть за мужем. Вот и все. И она выбрала себе копию своего папы, который был алкоголиком. Тут этими словами все, в принципе, сказано, все семейные проблемы. Все понятно. Все как вот на белом листе. Интервью очень интересное, достойное. Почитайте про это в комментариях, там тоже интересные есть. Но вообще посмотрите обязательно, сделайте выводы для себя. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Я считаю, что Гагата очень молодец, хорошая женщина. Ей просто нужен хороший мужчина в пару. Вот и все. Вот эти установки прощать, забывать, закрывать глаза и быть все равно вместе за мужем. Она вот честно, вопросы эмансипации женщин, независимости женщин, когда у нее спросишь, что такое феминизм, что ты вкладываешь в это понять, что такое феминизм. Потому что она вообще не врубается. Она считает, что мужчина и женщина, вот как у нас большинство, на что я хочу обратить внимание, созданы как женщина слабы физически, мужчина слаб морально. Вот они друг друга наполняют, они союз. Это, да, логически правильно в чем-то, да. Но даже Собчак ей ратует за то, что ну как бы сейчас социум просто другое диктует правила, да. Мы не живем, блин, в племенах. Тоже правильно это нужно отметить, что вот это вот все, да. Хранительница очага, вот эти стандартные наши, что на девочки идут у нас всякие интернет-курсы, когда им вот это в пургу в мозги все вгоняют. Мужик должен, тебе обязан, потому что ты женщина. Вот это вся история. Но когда у нее спрашивают, что такое феминизм, она даже не знает по сути определения. Ну, это женщины борются за свои права. А за права, она думает, что женщины хотят быть наравне, как бы типа физически с мужчинами. То есть человек вообще не врубается, о чем речь идет. Когда это борьба за права женщин, просто в равных условиях социальных, именно про физическое там ничего нет. Женщины не борются за то, чтобы наравне с мужчинами, у них в туалетах были писсуары, они писали стоя, если бы они могли это делать, правильно? Идет просто феминизм, это борьба прав женщин, эмансипация какая-то их, да? За то, чтобы в равных социальных условиях с мужчинами, выполняя такую же, например, работу, получать одинаковую зарплату. Эту историю, вот это самый главный пример по зарплатам, по условиям труда, по отношению к ним, к женщинам, чтобы быть с мужчинами на равных, но не во всех эпостасях. Не для того, чтобы, как там был пример у них видео, шпала, типа, укладывать рельсы и всякое такое. Не об этом разговор, да? А о том, чтобы просто женщину априори не унижали из-за того, что она женщина. Ну, это много кому-то там, короче, непонятно. Я не знаю, кто в этой теме еще не разбирался, не копался. Но мне, в общем, понятно, как бы, ничего такого там криминального. Феминистки, есть где перегибы, да, но я имею в виду, что это есть место бытия там, и так и есть. Вот. Я хотела бы, чтобы вы обратили свои девочки внимание. У нас темы часто на канале поднимаются. Посмотрите это интервью, порассуждайте, напишите комментарии, кто уже смотрел это интервью, что вы думаете вообще по этому поводу. Интересно почитать ваши комментарии. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.